Капитана Всем привет, ребята. Мы наконец-то записываем четвертый эпизод и хотим рассказать про то, как мы пересекли Атлантический океан. И дело было так. Мы только выплыли из порта, наверное, в пути полчаса. Мне уже так херово, так нереально укачивает. Я не знаю, как три недели получить в Атлантику, но пока что я чувствую себя не классно. В самый первый день мы проснулись уже посреди океана. Мы переходили с Гран-Канарии на Тенерифе. И тогда уже я понял, что у меня есть морская болезнь. Я прямо сразу почувствовал, как меня тошнит, и мне вообще не хочется вставать. Артемчик на активе встал, куда-то пошел, и я думаю, нифига себе выдержка. Мы были в надежде, что мы не болеем. Плюс я всем еще говорил, что у меня отец моряк, и это мне как бы должно помочь, и у меня, наверное, скорее всего нету этой морской болезни. Я акробат, прыгал на батуте, вестибулярный аппарат работает на отлично. Это все не проверилось вообще. Морская болезнь, наверное, есть практически у всех. Качает всех по-разному, привыкнуть можно, но качает всех. А нас, нас не то что качало, нас именно ковбасило. Я сход уже положила на лопатки, и мы просто лежали. Я встал уже больше во второй половине дня, думал там Артем что-то делает, чем-то занят, а он потом просто сменил место дислокации и лежал в другом месте. Это была наша проверка, мы ее не прошли. И слава богу, мы не плыли долго, мы переплыли с одного острова на другой остров, что заняло примерно там световой день. Мы прибыли на Тенерифе. Привет! Я, конечно, себя чувствую полным дауном, мне показывают какие-то узлы, какие-то техники. Я говорю, да-да-да-да, хорошо, по-моему, вообще не могу вспомнить, как это лезать. Пока что я себя чувствую не нужным членом команды, а только человеком, который мешается и делает всякую херню. Включилась какая-то сирена, нас оставили на вахте, мы не знаем, что делать. Так странно быть летом в месте, где сейчас будет буквально Новый год через месяц, и тут все в иллюминациях. И люди ходят просто в шортах, в балках, на улице лет. И нам реально очень нравится, это выглядит здорово. Так, доброе утро, мои друзья. Сегодня уже вторая ночь, как мы спим на Катамаране. Чувствуем себя хорошо, пьем кофеек. Мы сейчас собираемся идти в магазин и будем делать золотарку на весь наш трип. Сейчас будем покупать очень много продукта. Честно говоря, мне надоело по-английски, вообще никто не понимает. Испанского я еще не научился, и очень сложно наговориться. Мне дали огромный список закупов, все написано по-испански. Ну, ничего не понимаю, не могу прочитать. Встаю туплю возле кассы. У нас должно было быть шесть человек, и переход должен был занять от двух до трех недель. И, соответственно, надо было учесть все. То есть, там, мясо, сладости, рыбу, консервы, крупы, в общем, все. Мы очень хорошо подготовились, нам всего хватило. Единственная вещь, которой мне было мало, так это сладости. В конце перехода, забегу наперед, уже искали просто по всем ячейкам, где только можно. Там бывало такое, что оп, просыпаюсь и смотришь какие-то круассаны. Кто-то откуда-то уже где-то нашел круассаны. Лодка-то большая, там везде много продуктов спрятано, и никто не знает, где что лежит. В общем, было весело. Вот, короче, мы искупились. Получилось. Четыре здоровенные тележки. Приветствия. Мы с Глебом прибыли в Лас Кристианос. Сошли на берег. Сегодня воскресенье, все закрыто. Мы пытаемся найти, где что-то покушать. Ну, рестораны открыты, но это не наш вариант. Нам какого-то хлебушка, да водички. Спасибо, ребята. Мы прибыли на наш месток, где мы будем сидеть, пить пивко. Ваше здоровье. Хотел сделать небольшую ремарку касательно ценообразования этого всего дела. Мы условились на тысячи евро с человека, но у нас этих денег просто не было. У нас не получилось всех снять с банкомата, и мы сняли только по 850 евро, что в общей сложности нам дало 1700. И мы написали нашему будущему капитану и спросили, можно ли так, потому что у нас денег в принципе больше нет. Капитан снизошел и взял нас на борт, что было очень хорошо. Заплатили эти деньги практически за месяц проживания, питания, ну и вообще полного сервиса. Поэтому нам очень повезло, нам попалась люксовая комфортабельная яхта на 8 человек, а нас всего было 6. И эта вся цена была при условии того, что мы будем постоянно снимать. То есть мы как бы разрекламировали себя как фильммейкеров, у нас камеры, и мы умеем монтировать видео. Поэтому мы договорились с нашим капитаном, что мы будем снимать для него видео. Доброе утро, сегодня второй день зимы, 2 декабря. Мы стоим в бухте Лос Кристианос, идем в Марину Сан-Мигель. Прекрасная погода. У нас, судя по шансу, понятно, что солнце жгет. Все, спасибо за внимание. Сейчас мы будем сшвартоваться, и наша задача вокруг лодки распирать кранцы, чтобы не попить лодки. Камон. Ниже еще, ниже, просто наверх нет. Капа, я же уже профик по кранцам. Мы перешли на другую марину. Здесь мы будем стоять 3 дня и чиниться. Для нашего катамарана места здесь маловато было, и нам пришлось выполнить крутой маневр. Здесь реально, смотрите, место впритык вообще. Нет. Морякам ничего не надоедают. Они все равно найдут себя чем развлечить. Что в море, что на берегу. Ну, в море тянет. Моряки самые независимые люди, они не зависят ни от обстоятельств, ни от людей, ни от погоды. И они сами себе самодостаточны. Мы с Артемом в Сан-Мигеле, в каком-то баре. И сейчас мы будем постить наш первый влог. Это очень знаменательное событие. Возьмем под пиву, чокнемся, и вы, ребята, будете смотреть и наслаждаться. А мы будем дальше работать над своими. Мы будем каяться. Я с ней вам позавтракаю и пойдем убирать. Мне уже интересно, что нам придумал наш капитан поубирать. Я думаю, давайте убирать придется все. Но наша каюта не мешала бы поубирать. Вот так выглядит у нас толчок. Здесь сразу же и душ. Так, значит, делаем уксусный раствор для обработки салона от запахов и от плесени. Намочили. Вот это вот, видите, пятна? Вот это плесень. И поехали. Итак, весь потолок. От края пошли, 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 пошли сюда. Все, вперед. Сиди на борту шамана, Юнга Глеб чистит палубу от всяких ржавых пятен и тому подобное. Ну, в общем, чистит палубу, коротко говоря. Как идет? Я уже заканчиваю. Хабан, тут еще пол лодки мыть сверху, так что давай подтягивайся. Я утопил свой ноутбук. Это, наверное, самое яркое событие, которое мне запомнилось. В общем, я мыл лодку, решил сделать себе перерыв, сходить в галюн, в туалет. Пришло в голову, взбрела такая идея взять с собой ноутбук и посидеть в туалете за ноутбуком. Буквально просидел там 10 секунд, а кто-то сверху мыл палубу и люк был мне закрыт. И мне на голову просто полилась вода, я сразу же моментально весь мокрый и ноутбук тоже. И в один момент он начинает дыметь. По итогу я пошел его сушить, высушил. Боку хоть вытер. Этого не помню. Размещайся. Смотрю, а уже на столе разложена вся техника. Глеба ноутбук лежит, дрон, фотоаппарат, все мокрое. Я говорю, что случилось? Мы мыли палубу и не позакрывали иллюминаторы. И вся вода попала к нам в каюту. У меня просто образовалась лужа возле кровати, где лежал ноутбук и лежал дрон. Сейчас это выглядит вот так. Чехол, мой чехол от дрона, он полностью насквозь мокрый. И я не знаю, что будет. Заработает ли моя техника или нет. В общем, все выжило, кроме пульта от дрона. Пульт от дрона я не починил до сих пор. Ноутбук свой я починил только сейчас. Буквально три дня назад. Прошло уже больше, чем месяц. И вот я только его починил. В общем, мы тут с Артемом отдыхаем в каюте. И я сегодня впервые за месяц поставил будильник на 7.30. Завтра нас пригласили поехать в горы и поснимать там, полетать дроном. И мы как бы только за. Поэтому завтра надо рано проснуться. И будем исследовать Тенерифы. Ну, а пока. Фу, хера себе кусочек. Прикольно, они тут шоколадкой делают. Доброе утро, страна. Сегодня за нами заедет знакомый на машине. Мы собираемся подняться в горы. Вон туда. Сейчас позавтракаем. И в путь. Доброе утро, страна. Там были намного более красочные пейзажи, чем на Этне, где мы были месяц перед этим. И нам, в принципе, очень все понравилось. Сегодня у нас очень плотный съемочный день. С самого утра снимаем обзоры лодок. На самом деле, очень интересно посмотреть, как люди живут на своих яхтах. Они прямо с таким огоньком в глазах рассказывают о жизни, о том, как они ее оборудуют, как они там живут, как они приглашают гостей. Самый красивый, самый радостный момент, который вы испытали вот на этой удивительной лодке. Океан. Вот мы вышли, когда с Гибралтара. Когда попали уже в штилевую зону, блин, это неописуемые красоты. Я даже слов не смогу таких подобрать. И цвета, все эти передачи. И в Сан-Мигеле было очень много русскоговорящих яхтсменов. К нашему капитану постоянно приходили гости, его подписчики, они общались. Меня зовут Игорь. Извиняюсь. Все хорошо. Ребята, я только познакомился. Вы решайте свои вопросы, потом заходите в гости. И это неоценимый опыт. Я остался очень доволен, в частности, за это. Начинается одна из главных частей нашего путешествия. С этого момента начинается наш Трансатлантический переход. И он, по идее, должен занять около трех недель. Немного переживаю, как это будет, потому что я чувствую, что заболеваю. И если еще будет качка, то будет вообще не очень приятно. То есть, в принципе, по датам даже непонятно, встретим мы Новый год в океане или уже на Барбадосе. Но нам, честно говоря, вообще все равно. Главное, в классном месте, а где, без разницы. Ребята, сегодня знаменательный день для всех нас. И по этому поводу я вчера много думал. Эти думы вылились в сон. Вчера вечером я увидел, каким будет сегодняшнее утро. В общем, мы здесь все соберемся. и по достоинству, по заслугам предоставим самому опытному и самому старшему из нас завести моторы, поднять паруса. Да, Владимир Владимирович. Я вчера хотел сам поднять паруса. Потом ночью понял, что это будет неправильно. И это право предоставляется вам. Для нас всех это действительно замечательный день. Ну, может быть, кроме вас. Потому что у вас уже очень много и кругосветок, и этих несчетных трансатлантик. А может быть, вы что-то нам пожелаете людям, которые это делают впервые? Я люблю это дело с детства. И мне до сих пор это еще не разонравилось. Я уважаю ходить по парусам, ходить на всех видах яхт, и посекать эти разные горизонты. И, в общем, вам желаю получать удовольствие от каждого дня в море, от каждого часа, от каждой минуты, от каждой сети. В общем, я надеюсь, что вам это понравится. Спасибо вам. Да. Ну что, тогда вперед, руководитель. Отключаем береговое питание 220. Нафиг не надо. Глеб, у нас же закрыт боковой люк, да? Нам, надеюсь, больше технику не зальет. Олежа, иди сюда. раздаешь шкот, и каретку тоже освобождай. Теперь убираем кранцы. Ну, что такое кранцы, я уже знаю. Дай мне кранец вот на место. дай его. Течение, попутный ветер, трясаточка, полетим, восьмерочку, десяточку, пятнашечку. То есть нам бояться нечего? Нет, долетим за пять дней, 800 миль эта фигня. До Кабоверда, да? До Кабоверда, 800 миль. Отлично. Вон там вдали, там и чайки, и дельфины, и рыба, просто все, все подряд. Переход выглядел так, что мы с Тенерифы должны были переплыть на Кабоверда. Сколько занял переход туда? Мы переходили туда пять дней, и мы, мягко говоря, чуть не опупели. Сегодня, наверное, самый хардкорный день. Я рывал уже три раза. И самое главное, вообще ничего делать не можешь. Просто тупо весь день лежишь. Как только пытаешься что-то сделать, тебе становится херово. Я умудрился заболеть в этот переход. То есть первые три дня мне кошмарило, я лежал, я вообще почти не ел ничего. Ел только фрукты, которые категорически противопоказано есть. Ну, я делал все, что нужно. У меня воспалились почки, мне тошнило, у меня была температура. Это был какой-то сущий ад. Половина времени с подушкой, половина с туалетом. Да. Но постоянно в объятии с чем-то. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, мне тут провели инструктаж, как пользоваться этим жилетом. С правой стороны есть такое приспособление, которое в теории срабатывает автоматически. Только человек падает за борт и сюда поступает вода. Но если оно не сработало, тут есть такая красная штука, которую нужно тянуть, и тогда он надувается. Или есть левая сторона. С левой стороны есть трубочка, которую ты дуешь, и он надувается. Ходить в таких надо по палубе, особенно в ночное время. Чтобы тебя не смыло, и чтобы ты не остался в океане. Буду пользоваться. Так, а получается, в нем постоянно ходить надо? Получилось? Обязательно на палубе, да. Внутри не надо. Ты не утонешь внутри. Окей. Вышел на вахту, одел. И все мы не переживали. Сильно нас не грузили. Мы думали, что мы там на ехте будем помогать. Мы там будем все делать, натягивать паруса. прокладывать маршрут. Мы вообще ни хера не делали. Мы просто даже в туалет было сложно сходить. Спать невозможно. Какой-то кипиш. В корабле что-то случилось. Я уже не знаю, сколько времени. 4 утра или 5 утра. Все бегают. Завели мотор. Этот трясет. Я еще с каютнику ходил. Не знаю, что там происходит. Я уже не знаю, где реальность. Один сон. Кошмар какой-то. На бэби-фане. Володя. Мы потеряли управление ночью. Причина пока неизвестна. У нас второй порванник, и он не опускается. Автопилот оторвало. Вот он оторванный. Тяга лежит. Автопилот. Наверное, следствие проблемы. Потому что рулей у нас пока нету. Нету у нас рулей. Осторожно. Я уже бралился. Черт. Скотч. Ну что? Рули? Благо, блядь. Благо, блядь. Я лежу под гидалом. Я смотрю, гид, как гидалило. Ноги порщат, болтаются. Шли, шли. Пока не поломался у нас рулевой автопилот. И вот наш трех во время поломки. Вот нас мотыляло. Так. Сегодня четвертый день. Волны стихли, поэтому я сядю и слой. Прекрасно. Вот решил сесть порулить. Выбираю, куда, на кой остров первый рулить. Меня немного мутит, но сильно не тошнит. Но, как оказалось, это все потому, что не было волн. Говорят, был шли. А сейчас начнутся волны. Тут есть пассажир, который вообще не вставал. Для меня дело в том, что ничего не менялось. От первого дня и вот до сейчас у меня постоянно было плохо. Я просто пролежал шли. Вот так, вот так все. Волны это плохая новость. Но то, что мы будем завтра на островах, это хорошая новость. Но в целом держится баланс. Мы пришли в местный банк. Нам нужно разменять местную валюту. Вау, красивые на самом деле. Какие яркие. А у румынов они пластиковые, да? А, почему? Потому что купить пару запчастей на нашу лодку дополнительных, которые сломались, купить продукты, которые закончились. И завтра мы выдвигаемся уже на Карибские острова. Чем мы сейчас занимаемся? Глеб, готовим лодку по ходу через океан. У нас есть кучка задач, которую мы должны выполнить. И надеемся, завтра или послезавтра мы все завершим и стартуем. Мы сейчас вышли на закупку. Покупаем отрас, покупаем продукты и отлично проводим этот день. В общем, отрас застрял. Саныч, вот с вашими идеями мы все-таки его не распилили, блин. А такой бы прикол был. О! О! Ребята, подожди. Ленку не снимай. Может быть, вернем еще. Итак, у нас получилось пропихнуть непропихиваемый матрас, поэтому, если кому-то нужно что-то пропихнуть, обращайтесь. Всем доброе утро. А мы продолжаем наше путешествие мечты и сейчас мы выдвигаемся на Барбадос. надеемся, что будет намного проще, чем было до этого. Все уже встали, готовы выплывать. И мы тоже готовы. Настроение бодрое. выплывать готовы только расписные. Выходи, чем мы. А на Шамане мы ходим по морям и океанам. Вот так вот. Готовы выходить. Плавают ветки в бассейне. И очень скоро выходим. Так что давайте, ребята, встретимся на Барбадосе. Стартуем через пару минут. Будет плохо две недели. Что мы делаем перед выходом? Первым делом мы проверяем все системы жизнеобеспечения. А это все наши двигатели, опреснители, электрическая система. и этим мы сейчас займемся. Итак, заводим двигатель. Прокладываем маршрут до Барбадоса 2008 миль. Для круглого счета 2000. Так, ну мы плывем уже две минуты. Пока что самочувствие нормальное. Даже прикольно. Качает, смотришь, как красиво тут на берегу. Хе-хе-хе. Такое устойчивое заблуждение начинающих капитанов. Они говорят подберите, набейте, опустите веревочку. Какие команды начинаются с имени Вася, Петя, Вова? Подбери веревочку. Понятно кому. Потому что это дело команда подберите. Все бросаются, бросаются. Бьются головами и падают в оборок. Так, мы снова что-то достаем. Что-то клюнуло, пока здесь непонятно. Ой, рыба даже живая. Я вижу отсюда, что она живая. Макима... Нет, тунец. Такой же мелкий. Но этот еще живой. Владимир, Владимир, что это всего вкусного вы кушаете? Свежее было, блин, да, как ульца. Во рту прям распадается на молекулы, атомы. Владимир, Владимирич, кайфанул. И я его заменяю. Не берем. Водяжевый, соевый соусы берем для остринка. Налетай, кто? Что, леонид, пойдет? Сегодня второй день нашего перехода с Капа-Верды на Карибские острова. И на удивление я себя чувствую вообще нормально. Чуть-чуть подташнивает, но по сравнению с тем, как было раньше, это небо и земля. Но у меня есть коллега, которому не так классно, как мне. что ты? Как ты себя чувствуешь? Как видишь, как я чувствую. Всем привет! Сегодня первое утро в океане, в нашем переходе. Мы прошли ровно 200 миль за первые 24 часа. если так будем идти, то мы пройдем дистанцию от Капа-Верды до Барбадоса за 10 дней. Есть вообще какой-то рекорд? Наверняка есть рекорд и для каждого типа судна свой. 200 миль ежедневно среднюю держать это очень тяжело, но мы будем пытаться. Ни хера себе! вот так вот свежеглубленная рыбка превращается в кулинарную свежежаренную свежежаренную, да. поднимать его на палубу, а не за эту хуйню! не! вы можете взять ему руками? хуйню делай, не знаю, за что ты он войнает, а не за эту ерунку! быстрее вниз, вау! хуйня капсан вот она яхтенная жизнь не какой-то там пляжно-мартиниевый отдых а настоящая что у нас произошло сейчас мура веревка которая держит галсовый угол которая проходила через вот эту скобу вот здесь вместе скобы протерлась галсовый угол летел вперед ну естественно то как мы его ловили вы видели а сейчас наша задача закрепить галсовый угол таким образом чтобы он в следующий раз у нас больше никогда не перетерся я люблю яхтинг такой какой он есть на самом деле а не причесанный яхтинг 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 вы довольны я надеялся это было 1000 миль сегодня это только 800 еще нет еще даже нет а вы что сказали мне нравится мне все нравится я доволен сегодня прекрасный солнечный ветреный день катамаран шаман летит со скоростью 10-15 узлов прямо на карибы юнга глеб каким курсом следует рулевой какой курс 260 лодирование отлично верным будем идти товарищи ребята посмотрите выглядит настоящий чистый кайф так первый пункт балдежа выполнили теперь идем дальше показывай что мы делаем дальше давай показывай со мной ну все и третий пункт это просто отдыхать на этом наш туториал как о том как классно отдыхать на яхтам закончен ааааа чуть не убило парсу осталось 30 миль осталось 30 миль но мне кажется мы сейчас остановимся просто на фоне этого прекрасного рассвета я хотел сказать что сегодня последний день нашего плавания сегодня вечером ближе к ночи мы все-таки наконец доходим до барбадос ставим лодку на якорь бриджтауне и скорее всего мы там сходим но пока что это выглядит реально очень круто красота наконец-то земля не могу нарадоваться последний супик в океане украшаем расскажи пожалуйста пару слов о себе меня зовут олег аксёнов саша меня зовут владимир мусатов я геннадий шатов капитан катамарана шаман мы самые младшие члены экипажа юнги на борту корабля шаман однажды я понял что люблю море и яхты проснулся и понял прошли там с товарищами обучение шикиперству получили первую категорию самый маленький и по приглашению геннадия он когда взял в яхту много раз меня приглашал гривот пойдешь через атлантику я пойду с тобой так и случилось я профессиональный яхтсмен иногда проектирую паруса на паблике и кейс и мейкерс не было всегда интересно ходить на яхтах разного размера самых маленьких до самых больших я это делал постоянно и делаю собираюсь сделать мы завершили трансатлантический переход это было очень не знаю даже как это описание классно и сложно это было и сложно и классно и круто и хардкорно этот переход был хорошим опытом как в плане мореходства так и в плане работу над собой более всего рад тому что мы это сделали весело и дружно три было очень важным фактор успеха эта погода замечательная яхта и замечательная команда и как вам переход какой-то по счету ваш переход о я их мечтаю а после 15 переходов через афлантика их перестал считать и поэтому я как бы уже и не запариваюсь хорошо а какие впечатления от этого перехода прекрасная самый прекрасный экипаж у нас подобралась веселая команда было все хорошо с погодой самое лучшее впечатление от этого перехода в общем и целом мы рады что наша цель выполнена и нам все понравилось будем двигаться дальше конечно же благополучный сход и комфорт атлантического перехода во многом зависит от опыта команд а также личных качеств каждого члена экипажа у нас подобралась отличная команда лично мне было приятно компания этих людей я благодарен а в частности капитану геннадию шатову владимиру мусатову александру хлебу и артему спасибо вам друзья до встречи море повторять всем спасибо спасибо всей команде я очень рад спасибо спасибо в